Добрый день, друзья! Сегодня 17 июня, и в Донецке пока что спокойное мирное небо, хотя чувствуется невероятное напряжение в воздухе. Вы знаете, Донецк долгое время был настоящей спортивной столицей Украины. Замечательная хоккейная команда, баскетбольные турниры и, самое главное, лидер футбольного чемпионата страны и одна из лучших команд Европы. И вот за моей спиной Донбасс-арена. Замечательный стадион, лучший стадион Украины, один из лучших в Европе. И вчера здесь озвучили, что Мир Челуческу остается в Донецке, что мистер остается с любимой командой. Как сказал Мир Челуческу, что он не может бросить Шахтер в такое трудное время. И директор клуба Сергей Палкин передал слова Рината Леонидовича Акметова о том, что они верят, что все наладится, и Шахтер будет играть здесь и здесь радовать болельщиков. Что не будет больше никаких финальных игр в Черкассах с 500 болельщиками на трибунах, но все будет происходить здесь, на лучшей арене Украины, еще раз повторюсь. Знаете, конечно, грустно вот смотреть на остальное, грустно смотреть на обгоревшую арену дружба и понимать, что хоккей вернется в Донецк нескоро. Грустно осознавать, что не будет Евробаскета в 2015 году не только в Донецке, но и вообще в Украине. В общем-то, какие-то события вокруг удручают. Захват Национального банка, представительство в Донецке, налоговая инспекция, беседы с ДТЭК, и все это выглядит несколько странно. Но в то же время радует то, что на улицах есть люди, и на их лицах иногда проскальзывают улыбки. Они имеют надежду и верят, что когда-нибудь здесь будет мир и порядок, что когда-нибудь все устаканится. И все это вернется в Донецк. И большой футбол, и хоккей, и баскетбол. И самое главное, мирная жизнь. Спасибо вам, друзья, за вашу поддержку. Я наблюдаю за тем, что происходит на Донецких улицах. И стараюсь рассказать вам, тем людям, которым не безразлично положение дел на юго-востоке Украины. И самое главное, в сердце Донбасса, шахтерской столицы, городе Донецке. Берегите себя.